На минувшей неделе в Славянске-на-Кубани прошел районный конкурс школьных агитбригад, посвященный летней оздоровительной кампании «Лето-2016». О том, что ребята хотели донести своими выступлениями, узнаете из следующего материала выпуска. В течение нескольких часов ребята показывали зрителям импровизированные выступления, в которых демонстрировали летние формы занятости, а также рассказывали о губительных привычках современности – наркомании, табакокурении и употреблении алкоголя. Говорили о том, почему лучше быть здоровым и спортивным. Мы в этом году проводим конкурс агитбригад второй раз. Вы сегодня увидели, что в финале приняли участие 11 школ из 36 образовательных учреждений. В победе сложно было работать в жюри, потому что все дети очень хорошо подготовились, старались, показали все виды форм, какие будут у нас в летний период заняты. Пригласили вместе с собой в походы, в лагеря дневного пребывания, посидеть у костра и так далее. Мы очень надеемся, что те формы отдыха, которые дети предлагали сегодня, они все будут освоены в течение лета. В районном конкурсе агитбригад приняли участие школьники города и района. Все выступления были яркими, талантливыми и совершенно не похожими одно на другое, несмотря на общую тему. Все ребята были едины в одном – современная молодежь за активный летний отдых. ПЕСНЯ Я люблю то, что ездить на море, купаться, загорать, с ребятами играть. Там очень весело. Мы ездим в разные кинотеатры, на фермы разные. Очень весело. Хорошее выступление показали учащиеся школы Станицы Петровской. Они особенно тщательно готовились к участию в конкурсе, ведь для них это шанс проявить себя. Готовились мы около двух недель, конечно, с эмузиазмом, с позитивом. Мы пропагандировали формы летнего отдыха, чем могут заняться дети, чтобы они знали и не сидели в основном дома. Победителями районного конкурса агитбригад стали учащиеся 23-й школы посёлка Целинова. На втором месте – команда 56-й школы посёлка Рисового. Третье место разделили ученики лицея номер один и школа номер 29 Станицы Петровской. Победители стали обладателями переходящих кубков. Смогут ли победители сохранить кубок, станет известно в следующем году на новом конкурсе. А пока школьные агитбригады отправятся со своими выступлениями по всем школам Славянского района. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова